Добрый день! Мы находимся в нашей комментаторской кабине, вот на этой центральной арене всеанглийского лаун-теннисного клуба и ведем прямой репортаж. Несомненно, это событие не только для нашей страны, участие российской теннисистки в финале Умблдонского турнира. Практически все специалисты, которые так или иначе заинтересованы в развитии тенниса, потрясены вот этим достижением. Маше всего 17 лет и в таком возрасте она уже имеет реальную возможность побороться. Да, побороться еще пока, может быть не выиграть, но побороться на центральном корте за победу в Умблдоне. Ну, не надо говорить, что ни одной российской теннисистке это никогда не удавалось. Лишь однажды в финале Умблдонского турнира, это было в 1974 году, ровно 30 лет назад выступала Ольга Морозова. Вообще, в 17-летнем возрасте оказаться в финале это тоже редкое достижение и удавалось это всего лишь единицам. Ну, а соперница у нее Сирена Уильямс. Она настолько волнуется, что она даже не находит в себе силы обернуться назад и перемолвится одним-двумя словами с финалисткой. Ведь, в принципе, это от нее зависит, как повести себя, как завязать отношения с дебютанткой подобного ранга, подобных соревнований. Ну, буквально за час до начала матча мы наблюдали тренировку Сирены. Она в очень возбужденном и нервном состоянии. Не знаю, в какой степени это повлияет на ее игру. Вполне возможно, что она постарается каким-то образом, так сказать, организоваться специально. Но сейчас пока, пока ей, видимо, очень трудно. Выводят мальчика. Принято, чтобы мальчики в сопровождении главного арбитра... Ну, вы понимаете, что мальчик болен, болен, видимо, тяжело. Ну, вот они открывали, как бы, такие значительные события, такие значительные финалы. Он будет разыгрывать монетку сейчас. Кому из финалисток Уимблдона предстоит подавать первый, кому выбирать сторону. Он определит, как будет развиваться этот матч. Ну, немножечко задерживается выход на корты теннисисток. И я думаю, что причина тут тоже есть какая-нибудь значительная. В королевской луже еще два пустых кресла. Я их вижу. И вот они сейчас заполняются. И дано добро. Итак, финальный матч Мимблдонского турнира 2004 года. Матч значительный, потому что в истории нашего спорта... ...в истории тенниса, это, безусловно, исторический момент. Ну что ж, это только вот когда финальный матч. Тогда девушкам дают букеты в руки. И вот они вот так нарядно, красиво выходят на этот самый главный матч. Ну что ж, у Мимблдонского турнира, потому что в течение двух недель 128 девушек сражались именно за честь вот быть здесь, на центральном корте, в этот день, в этот час. А вот получилось это у двух. У двух, безусловно, самых сильных девушек. Итак, Маша Шарапова будет играть против серийной Вильямс. В 17 лет Маша выступает в финале. До нее, в так называемую open air, в период профессионального уже тенниса, это удавалось всего лишь пяти теннисисткам. Мартини Хингис, Моники Селиш, Тресси Остин, Андреа Джагер и Наташи Зверевой. Наталья Зверева, представлявшая Советский Союз, теннисистка из Беларуси, играла в финал турнира на кортах Оролан Гарос. Но это вот так называемый последний период. Мы уже вспоминали об успехе Ольги Морозовой, но ей не было тогда 17 лет, ей было гораздо больше. Ну вот как раз мальчику и предоставляет такое право сбросить монетку. Ну а нам уже как-то привычно, да, видеть российских девушек в финале. Только недавно, совсем на первом турнире, аж две были, оспаривали между собой. Тогда какого-то интереса такого большого, все-таки кто выиграет. Наверное, не было в финальном матче, я имею в виду. Здесь есть за кого поболеть. Вы знаете, совсем другая ситуация. Маша Шарапова играет против американки Сиреник Уильямс. Они играли уже не раз, ну это один раз всего лишь. Но это нам покажут, наверное, мы не будем забегать вперед. И вот это фотография над памятью. Вообще-то интересно, что по окончанию этого турнира уже четыре российские девушки будут находиться в десятке сильнейших теннисисток мира. Только вот кто на каком месте, многое зависит от игры Марии Шараповой. Ну а если сумеет Сирена Уильямс победить сегодня, то она тоже войдет в историю тенниса, потому что немногим удавалось трижды подряд выигрывать в Уимблдонский турнир. Да, это уже пятый выход фамилии Уильямс, вы знаете, значит, на табло в финальных матчах. Потому что два последних финала как бы были бы семейными. Между сестрами разыгрывался главный приз. До этого еще дважды Вейнусь Уильямс, старшие сестер, также числилась в числе финалисток. В общем-то, вот с Уильямсом как бы уже не привыкать играть на центральном порте. И здесь, вот в Уимблдоне, именно вот на центральном порте, в финальном матче. Ну вот, если они играли друг с другом, наверное, тогда семью это не очень волновало, кто победит. А вот сейчас вся семья здесь в сборе, все силы, как говорится, брошены на то, чтобы Сирена оказалась в лучшем состоянии, в лучшей форме. И опять же, возвращаясь к той разминке, тренировке, которую проводила Сирена, можно было обратить внимание, что побаиваются Сирену ее родители. Она так как-то достаточно резко и волево отдавала команды. И папа, с виду такой строгий, суровый, спешил исполнить любую ее прихоть. Вышла она в традиционном своем костюме. Ее пытали журналисты, не попробовали ли она что-нибудь другое. У нее очень большое количество, в общем-то, нарядов. Она сказала, что мне запретили. Вы знаете, организаторы так со слезой чуть ли не сказала. Тогда журналисты ее попробовали немножко так расшутить и сказали, а может быть, ты на пресс-конференцию придешь все-таки в своем новом наряде, раз на корт не можешь выйти. Да, она в традиционном белом, а Маша Шарапова уже неизменно, наверное, в своем наряде, который, кстати, очень ей подходит, все обращают на это внимание. Да, сделан он был специально к Уимблдону. Ну, вы знаете, наверное, что Уимблдонский турнир – это единственный турнир в мире, на котором все спортсмены имеют право играть, только при условии, если они в абсолютно белой форме. Раньше так было принято в мире вообще. Но вообще история тенниса, она пошла отсюда, из Уимблдона. Только всеанглийский лаун-теннисный клуб был расположен на этой же улице, но метрах в пятистах отсюда. Но было это в 1877 году, когда впервые был сыгран матч Уимблдонского турнира. Так вот, именно тогда и зародилась эта традиция, чтобы теннисисты выступали только в белой форме. Правда, тогда мужчины, это был только мужской турнир, появлялись в длинных брюках и в рубашках, даже им нельзя было закатывать рукава. Дамы, когда они получили право играть в Уимблдонские турниры, это было значительно позже, играли в таких типичных бальных нарядах. Да, и первая, кто осмелилась открыть коленки, это была Сюзан Ленглен. Да, это было в 19-м году, в 1919 году. Революция была среди женской моды, что ли, теннисной. Ну, а много лет прошло, и вот, вы знаете, Сирена, да, Сирена всегда балует своих почитателей, или вообще-то журналистов, фотографов, особенно цветами своего наряда. Она на каждую встречу выходит в чем-то новом, чем-то она хочет отличиться, это у нее в характере. Она говорит, что тогда у нее хорошее настроение, если на ней что-то новое, что-то интересное. То же самое говорит и Маша Шарапова, кстати. Она очень следит за собой и, в общем-то, говорит, тоже старается вовсю для того, чтобы выйти, и, в общем-то, чтобы все как надо было бы. Потому что она прекрасно понимает, что часто ее показывают очень крупным планом, и должна она выглядеть соответствующим образом. Ну что ж, это такая преамбула. Она пока почему-то задерживает, во всяком случае, не показывает данные этих девушек. Ну, просто мы можем сказать сначала, что разница в возрасте существенная. Вы знаете, 17 лет, сказала Аня Маша Шарапова, и 22 года уже Сирены Вильямс. Так что 5 лет разницы, это солидный возраст. Да, разница существенная, но, вы знаете, Сирена сама же напомнила всем журналистам о том, что впервые ей удалось победить в турнире Большого шлема, и впервые она выступала в финале турнира Большого шлема, как раз в том же возрасте, что сейчас находится Маша Шарапова. И тогда же она и выиграла этот турнир. Именно поэтому, сказала Сирена, я знаю состояние Маши, мне кажется, я понимаю, в каком она должна быть состоянии, и в то же время я очень опасаюсь ее игры. Потому что мы можем вспомнить, как играла тогда Сирена. В начале она играла великолепно. Кстати, нам показывают, как она выиграла в 99-м году впервые на US Open. А вообще-то она выиграла этот турнир дважды. Она победила однажды на австралийском чемпионате, однажды во Франции, и два раза выигрывала в Умблдон. Она очень смело, рискованно играла финал свой. Великолепно провела полтора сета. А вот когда она находилась буквально в шаге от победы, когда ей оставалось выиграть два мяча, она безумно испугалась. И игра покатилась в другую сторону, и только ценой невероятных усилий все-таки Сирена сумела сохранить свое преимущество и одержала тогда победу. Ну, вообще-то Маша, естественно, никогда не играла в финал. Это у нее, кстати, традиция. Она, когда заканчивает разминку, она очень часто покидает корт. На центральном корте она от этой традиции порою отказывалась. Но сегодня, видимо, решила последовать своим привычкам. 17 лет Маше. Она пока еще занимает 15-ю позицию в мировой табеле о рангах. Но уже сейчас можно сказать, что она по окончании этого чемпионата будет в десятке сильнейших. Ну, а вообще, конечно, финал – это пока еще главное ее достижение. И до этого момента еще лучшим ее результатом был четверть финала открытого первенства Франции. Да, эти теннисисты играли между собой. Была лишь одна встреча, в которой победила. Это было в мае месяце в Майами. Победила Сирена Вильямс. Выиграл в двух сетах. Но, в общем-то, простой игры и не было. Ну, занимайтесь своим делом, все-таки, оказывается, отец Вильямс. Ведь он без фотоаппарата не приходит на игры. Есть несколько секунд перед началом матча. Еще не появилась на корте Маша Шарапова. А Сирена Вильямс уже заняла свою позицию рядом. А вот это Яна Новотна, одна из теннисисток, которая выигрывала Умблдон, и было это в 98-м году. Юрий Шарапов на ваших экранах папа у Маши. Тот самый папа, который теперь стал таким знаменитым, который рискнул, когда Маше было всего лишь 7 лет, отправится вместе с ней в Соединенные Штаты Америки, имея всего лишь 500 долларов в кармане, для того, чтобы показать свою талантливую девочку в Академии Ника Балеттьери. С этого и началась теннисная жизнь, серьезная теннисная жизнь Маши Шараповой. И серьезные испытания начались у ее папы, которому надо было браться за любое дело и зарабатывать деньги. Именно Маша выбрала подачу, и вот она начинает подавать. Два мяча, мяч задел Светку. И первый мяч за счет подачи, хорошая первая четкая подача берет Шарапова. 15-0 она побила. Еще одна очень хорошая подача и еще основание подумать, что она неплохо подготовилась к этому финалу. Вы знаете, первое, что всегда волнует всех, кто болеет за дебютантку, это неуверенность в том, сумеет ли она владеть собой. И вот сейчас, судя по началу, каких-то особых опасений нет. Да, многие специалисты именно, вы знаете, подчеркиваю, или это удастся ли Машей, или нет, вот с самого же начала показать, на что она способна. Ну что ж, три первые подачи и три выигранных мяча. Ну что ж, принять первую подачу в машине так-то просто. 40-0 Шарапова ведет. Вот это удар, да, на вылет просто. Это удар как раз сегодня очень серьезно отрабатывала Сирена, но очень интересно, что она требовала от своего спарринга, чтобы тот бил ей как можно сильнее, чтобы она успела среагировать на этот мяч, имея в виду, конечно, встречу с Машей. Нет, к сожалению. Ну, в общем-то, задумано правильно было, но осуществить с самого начала, почувствовать вот этот мяч, свечу обводящую, не так-то просто. Все неветрено, хотя разгулялась погода была, был и дождь, ветрено, ветер сносит мяч, это все надо учитывать. 40-30. Вторая подача. Ну что ж, хорошо, в атаку пошла, правильно сделана, геймболе это таки надо действовать, и выиграла первый гейм. Шарабова повела 1-0. Вот удивительно, Аня, ты знаешь, вот дважды сирена на пресс-конференции употребляла одну и ту же фразу, которую никто никак понять не мог. Когда ее спросили, как она будет играть против Шарабова, она сказала, да, я знаю, как буду играть. Ну, вы знаете, что лев царь леса, а тигр царь джунглей. Никто ничего не мог понять. Она говорит, вот этим я все и объяснила. Потом я спросила, а почему ты в паре не играешь со своей сестрой? Она сказала, все потому же, потому что лев царь. Леса, а тигр джунглей. А потом ее спросили, кем она считает Машу? Может быть, она считает ее Газелью? Газелью, да, она промолчала, ничего не сказала. Ну что же, 1-0 Шарабова ведет и на подачи сирены. Мощнейшим ударом она выигрывает первый мяч. 15-0. 30-0. В общем-то, девушки играют в атакующей манере. Очень любят выигрывать мячи. Вот мы видели, как Мария, стиль ее игры. Она все время в атаке, все время бьет по мячу, очень сильно старается выиграть мяч. То же самое относится и к сирене. И вот, кому сегодня удастся, наверное, больше выигрывать и меньше проигрывать, делать невынужденных ошибок, наверное, то и будет легче в финальном матче. Пока что Маша на приеме не наладила игру. 40-0 уже ведет ее соперница. А сирена начала достаточно собранно. Если вспомнить ее предыдущий полуфинальный матч, то можно обратить внимание на то, что у нее был большой разброс ошибок и сочетание роскошных ударов и неточности. Вот сейчас пока она очень-очень сконцентрирована. Гейм за сиреной. Легко под ноль она берет. 1-1. В общем, примерно одно и то же время провели на этом турнире за все время, за эти две недели. Тензийский на кортах. На час больше Мария Шарапова, но это, в общем-то, несущественно. И каждая из них провела один напряженный матч. Аня уже говорила о том, что у Сирены был тяжелый матч с Марисмо, а у Марии Шараповой с Девинпорт. Немножечко полегче был, но тоже, в общем-то, непростой. Ну, до этого у Маши был еще матч не очень сложный с Айсу Гиямы, который она чудом выиграла. Первая ошибка на своей подаче в Гейме и 0.15. Пока, в общем, игру на задней линии Маша, вот ту, которую мы помним, не сумела наладить. Это объясняется, может быть, двумя причинами. Может быть, просто волнение, а, быть может, просто быстрее и острее отвечает Сирена. И она с этими ударами, возможно, и не исправляется еще. Мы это увидим. Попало. Еще один четкий удар и еще один четкий выигранный мяч. Да, но пока что преимущества у Маши нет. Вот с кем бы она ни играла до этого, она все время опережала их и в скорости, и в мощи, и в скорости, самое главное. Пока этого преимущества пока не ощущается. Два мяча. Ох, какой ответ был на сильный удар. Сумера точно направит мяч по линии Маша. А мяч полетел у Сирены. И очень сильно. Один из самых сильных ударов был. Вот как раз такими чем исправилась Маша. Вот 30-ти сравняла счет. 30-ти сравнивают. Ох, как здорово. Великолепный удар. Это один из коронных ударов уже Маши Шарапа. И многие обращают внимание вот слева у нее и надежный удар. Она хорошо входит в удар и входит в корт в это время. Вот как раз такой блестящий удар мы с вами и увидели. Больше. Ну и еще один такой же удар. Полетели струны с такой силой бьют, да? Девочки по мячу, что не выдержали струны у Сирены. 2-1 Шарапова ведет. Ну и пока, в общем-то, конечно, очень нервничает папа, но должен быть доволен. Пока все складывается неплохо. Все равно впереди у него как минимум полтора часа мучений. Тут уже никуда не денешься. Все те близкие, которые сейчас собрались на корте. И, наверное, ее мама, которая осталась в Соединенных Штатах Америки и не приехала сюда. У него была дана ее бабушка, которая, как говорят, смотрит по телевидению у нас в стране этот матч. Все волнуются и будут волноваться до конца. А вы знаете, так повезло теннису в этом году, что он выходит, в общем, все время как бы на аванс сцену. Потому что, главным образом, потому что наши российские теннисистки выступают так удачно. Совсем недавно, всего две недели назад, вернее, за две недели до начала Номблдона, был финал на квартах Ролангорос в Париже, финал турнира Большого шлема. И тогда все внимание было приковано к двум российским теннисисткам Елене Дементьевой и Анастасии Мыскиной. Помните, возможно, этот финал. И помните, что первой победительницей турнира Большого шлема стала Настя Мыскина. На этот раз здесь, в Мблдоне, те теннисистки сыграли менее удачно. Зато появилась другая, еще, может быть, более яркая на этом этапе, которая блеснула, на самом деле блеснула так, что о ней заговорил весь теннисный мир. Попала! Великолепно просто. Великолепный был розыгрыш. И вела игру сирена, а вот Маша сумела ввести Вильямс и 0.15. Вот, посмотрите, какой блестящий удар. Это с боевым не получилось. Вот, пожалуйста. Ну, очень хорошо подает сейчас сирена. Она все время себя держит в руках и не позволяет разбрасывать мячи. Подает с первой подачи. Сирена. Это сирена. Да, великолепная подача. Ну, сирена одна из самых, наверное, мощных девиц, поэтому она и подает сильнее других. В общем-то, одно время лидировала ее сестра старшая, но сейчас первенство в этом захватила младшая сирена, которая подает, ну, очень сильно, у нее самая сильная подача на этом турнире пока. Именно она превзошла 200-километровый рубеж. Пока не в этой встрече, но это было. Вот ошибается. Ошибается сирена, но в счет по 30. Вот в такой перестрелке, в которой всегда сестры Уильямс были на высоте, вдруг оказалась лучше Маши. Это очень тоже хороший симптом. Второй мяч. И брейкпоинт. Первая ошибка при счете по 30-ти и первый брейкпоинт в этом матче. То есть у Марии появилась возможность взять подачу сирены. Меньше. И второй мяч. Сегодня очень ветрено. Именно поэтому никак не может заставить себя начать вторую подачу, очень ответственную сирену. Но ошиблась с игрой, причем очень грубо ошиблась сирена. И вот в четвертом гейме произошел небольшой перелом. Пока первый, это Маше, удалось выиграть подачу Уильямс. И она ведет со счетом 3-1. Вот я говорил о том, что у сирены на этом турнире рекордная по скорости подача была одна. 201,6 километра в час. Что касается Шараповой, то поскромнее результат 182,4 километра. Вот это рекордная пока подача была Маши. 15-0. Вот момент, когда сирена проиграла свою подачу, он очень симптоматичен. Потому что, обратите внимание, какой нервной стала сразу же Уильямс. Она уже по-другому немножечко владеет собой. И сейчас тот момент, когда можно поднадавить, попытаться еще увеличить преимущество. Нет, вылетел мяч. И вот это первая невынужденная ошибка. Вы знаете, три выигранных мяча было. У Шарапова в активе ни одной невынужденной ошибки. И вот эта ошибка как раз сейчас произошла. Хотя ее как и не засчитали. Вы знаете, как... Ну, это вот зависит от, наверное, тех, кто... Как, кто причисляет. Во всяком случае, 3-0 пока что держится этот счет. Три выигранных мяча, ни одного проигранного у Маши Шараповой. Ну и забила. Великолепно. Это уже четвертый мяч, который она взяла. Ну, а у Сирены, у Сирены Вильямс, конечно, такое же количество выигранных мячей, но у нее две невынужденные ошибки, которые стоили ей гейма на своей подаче. Маша ведет 30-15. Обидно, но мяч был рядом с Ленью. Ой, как сильно, но очень не точно. 40-15. Это опять подтверждение наших предположений, что слишком возбудилась и занервничала Сирена. Но она была такой же возбужденной и на разминке. Я еще обратила внимание, что так вот нервно я не видела никогда, чтобы она разминалась. Это был неплохой признак и хорошая надежда для нас. Два мяча. Это одел Светку. Второй мяч. По половине вторую подачу, которую, вот видите, отразить так и не сумела Сирена. 4-1. Сейчас возрос разница в три гейма в пользу Маши Шараповой. Вы знаете, мы уже говорили о том, что становление Маши как игрока и вообще ее совершенствование в теннисе происходило и происходит в Соединенных Штатах Америки. Она живет в Флориде. Она приехала в Академию Ника Балетьери. Там начала тренироваться под руководством разных специалистов. Как-то Ник Балетьери сам оставался немножечко в тени. Там были другие, менее опытные, может быть, тренеры, которые занимались ею серьезно. Вот слева у вас на экранах была Мария Буэна, теннисистка лучшая в Ломбл Доне в конце 50-х, начале 60-х. Так вот, Маша там, в общем, тренировалась. И там она сформировалась как классный игрок. И поэтому ей задают вопросы. Естественно, на каждой пресс-конференции один и тот же вопрос. Вы, по сути дела, повзрослели в Соединенных Штатах Америки. Вы чувствуете себя больше американкой, нежели русской? Она сказала, нет, я не чувствую себя американкой. Вы чувствуете, что вы российская теннисистка? Да, ответила она твердо. Я чувствую себя российской теннисисткой. Ну, это вот тот самый ответ на вопросы, которые нам тоже задают. Вообще, как нам считать? Как нам оценивать Машу Шарапову? Да, безусловно, это персональное достижение ее семьи, ее успех. Это несомненно. Это успех, может быть, тренеров, которые работали с ней в Соединенных Штатах Америки. Но в то же время это успех нашей страны, потому что она сама рождена у нас. И она считает себя причастной к нашей стране. Да, пока переигрывает Маша. Сирена, вернее, может быть, Сирена чаще стала ошибаться. В начале, вот, в первом гейме еще такого не было. А сейчас ошибок послало больше и больше у Сирены. 0.15 на подаче. Вот, великолепная сейчас. И сильная подача, и точная. По 15. И уже с подачи вперед пробует, видите, выходить к сетке Сирена. Потому что на задней линии она пока уступает. Во всяком случае, никакого преимущества у нее нет. И она хочет, пытается, во всяком случае, немножко игру изменить. Но прием был настолько быстрый и резкий, что Сирена с лета не успела просто реагировать на мяч. Да, 15.30, и вторая подача. И двойная. Это вторая уже двойная Сирена. Ну и 15.40, двойной брейкпоинт. Ну, а не получилось. А как хорошо было задумано, да? Это коронный удар у Маши. И она этим ударом великолепно пользовалась в тех своих предыдущих двух последних матчах, очень сложных. В самый решающий момент. Но на этот раз, ну, не прошу. Даже прием был очень хороший, мощный такой. Еле-еле отыграла этот мяч Сирена. И вот опять второй мяч. Ой. А вот это первая, пожалуй, правда, первая. Потому что вот так и зачислили ее, как, наверное, первая невынужденная ошибка. В общем-то, ничего сложного не было. Но обидный мяч проиграла сейчас Маша, потому что, ну, это был брейкпоинт. Кроме того, была долгая перестрелка. Девять ударов выполнили теннисистки. Счет ровно. Даже несмотря на то, что Сирена ошибается, простой игры здесь быть не может. Она цепко бьется. И, как она сказала, игра, может быть, у меня сейчас не получается лучшим образом. Но сердце моё сражается отчаянно. Как здорово сейчас атаковала Маша, знаете, усиливая, увеличивая темп, усиливая силу удара. Ну и добилась ошибки. Вот это уж точно была вынужденная ошибка со стороны Сирены. И еще один брейкпоинт. Здесь, знаете, больше было крика, чем удара. Но вложилась вот так со всей злости, что ли, в этот мяч Сирена. И этот брейкпоинт отыграла. Но здесь подача имела главное значение. Очень мощная была, 111 миль в час. Ну, шоу, шоу, еще, значит, это еще один брейкпоинт. Достаточно хорошо и резко подкрутила сейчас этот мяч Сирена. Но она как-то подсела под него. И поэтому нарушилась координация. Ох, какой удар. Это вот не второй такой уже удар увидели кроссом слева. Но это уже можно считать коронным ударом Маши Шараповой. И вот она выиграла и вторую подачу на Сирену. Так что 5-1 идет. И будет подавать на первую партию. Причем очень быстро развиваются события. Всего лишь 22 минуты прошло с начала игры. Задумано очень неплохо было. Ну, немножечко не точно. Ну, сегодня королевская ложа имеет там очень почетных гостей. Большое количество. И вот когда только начиналась игра, мы заметили, что Маргарет Татчер заняла свое место в этой почетной ложе. Продолжение следует... Пятнадцать тридцать в гейме на подаче Шарапова. Конечно, это очень трудно сейчас себя заставить. Но вся сила ее игры заключалась именно в том, на протяжении всего турнира, что тогда, когда любая другая теннисистка чуть более старшего возраста уже бы не рискнула сыграть так остро, Маша рисковала. И это оправданно. Справа не сидит сейчас. Вот видите, подряд ошибки. Именно справа. Ну, у нее такой плосковатый удар. Да, если уж попадает, то это хорошо. Он летит быстро, очень стремительно. Ну, а в данных случаях в двух. Она ошиблась и пятнадцать сорок. Сейчас уже два брикпоинта у Сирены. Повезло, повезло Маше. Сетка сыграла за Шарапову. Отыграла брикпоинт. Тридцать сорок. И ровно. Диус. Нет, не получился на этот раз удар. Немножко запустило удар. Не та точка была удара. Слишком запоздала. И еще один брикпоинт у американки. Ровно. Хорошая первая подача. Не рекордная, конечно, скорость, но плотная, очень глубокая. И справиться с ней непросто. Так что три брикпоинта отыграла Маша. Но пока сетбола еще не было у него. Ну и безупречная Сирена. А после этой ошибки первый сетбол на 27-й минуте есть возможность у Маши выиграть первую партию, да? Да, волнуется Сирена. Эмоционально, конечно, этот матч гораздо, может быть, содержательнее, нежели просто пока еще в техническом исполнении то и другое теннисистки. Маша играет, безусловно, лучше, но Сирена на свой уровень никак не может выйти. А эмоционально обе, конечно, на пределе своих возможностей. Да, здесь повезло, конечно, Сирене. Вы помните, в предыдущем случае она просто зацепила мяч, который и опустился в корт. Он такой был пустой, по которому, конечно, играть было непросто. Вот Маша и сама уже проиграла сетбол, то есть уступила этот мяч. Опять ровно. Да, была такая дерганная, нервная игра, которую и та, и другая делали не то, что хотели. Вот это вот действительно великолепная подача, подача, которая достойна чемпионки. Больше. Там какие-то советы дает. Он находится примерно на расстоянии метров 200 от Маши. Услышать она ничего не может. Вот это он больше для себя, он говорит. Ух, как попало. Ничего себе на сетболе отмахнулась Сирена. Точно в линию и еще один сетбол ушел. Уже с отчаяния такое. Да. Больше? Ну что ж, надо уже использовать сетболы. Хватит. Мама, Сирена делает вид, что она заинтересована игрой. И пока ей, как хорошей актрисе, эту видимость создавать удается. Ой, двойная ошибка. Да. Это первая двойная ошибка, кстати, Маши Шараповой. Одна двойная тоже у Сирены. Ну, в психологическом плане, конечно, этот момент очень сложный для Маши. Наверное, она настроилась на то, чтобы бороться за победу, но она никогда не могла предположить, что она будет приходить к ней так просто, так легко. И вот сейчас, в состоянии, когда она владеет инициативой, она ведет игру, ей очень трудно остановить себя на какое-то мгновение и заставить действовать в той манере, в которой она начала игру. Ну что ж, пока сетка на старой не Шараповой. Еще раз надо подать. Ну и Сирена допустила неточность, так что еще один сетбол. Ну что ж, надо использовать. Надо использовать. Обязательно уже пора выигрывать первую партию. 30 минут ровно прошло с начала игры. Есть еще одна ошибка. И вот всего лишь за 30 минут Мария Шарапова ведет 1-0 по сетку. Итак, первый сет выигрывает Маша, причем довольно быстро, совсем без какой-либо-то борьбы. Ровно 30 минут прошло с момента начала встречи. И уже полпути пройдено. Кому-то может показаться, что это достаточно легко. И кто-то может подумать, что игра соткана из ошибок только лишь. Но дело в том, что у Маши играет в опище это безупречно. И вот эта вот ее довольно мощная, прикладистая, такая надежная и плотная игра, она вынуждает Сирену действовать на пределе своих возможностей. А подняться на уровень тот, который ей был присущ хотя бы год назад, пока в этом сезоне Сирене еще ни разу не удалось. Мы уже говорили, что она пропустила 8 месяцев сразу после победы в Умблдоне, вот именно здесь, ровно год назад. Из-за того, что у нее была операция на колени, потом она какое-то время и очень долго восстанавливалась, не могла заставить себя никак вернуться, потому что ей все время казалось, что она все еще далека и далека от своей формы. И, может быть, вот такой перерыв, он не просто сказался на ее психологической неуверенности, но сказался и на том, что она так и не может подняться вот на ту высоту, которую она занимала год назад. Ну, вот мы вместе с Александром Митривили смотрели весь этот турнир, и все-таки с уверенностью можем сказать, что из всех соперниц, которые могли быть в финале против Маши, Сирена Уильямс, безусловно, лучше. Сирена Уильямс, безусловно, лучше. Не получился сейчас Машу удар, но она старается, конечно, как можно глубже сыграть, чтобы доставить неприятности Сирени. Глубокий удар и сильный удар – это почти что выигранное очко. Так она вообще играет сейчас в последнее время, и именно поэтому ее игра на травяных кортах, в первую очередь на травяных кортах, где довольно низкий и резкий отскок, очень эффективна. Ушел няч по 30. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, когда сильно старается у теннисиста или теннисистка ударить по мячу, то бывают и такие моменты, ничего не поделаешь. Больше у Сирены. АПЛОДИСМЕНТЫ Играл сейчас Маша этот гейм. Ну, надо было пережить все-таки ту вот победу, которая далась ей непросто. Вы видели в гейме на ее подаче мяч все время переходил из рук одной теннисистки к другой. То было преимущество у Сирены, то было преимущество у Маши. Она не хотела отдавать свою подачу и тем не менее все-таки устояла. 1-0 во втором сете. Первую партию со счетом 6-1 выиграла Маша Шарапова и она подает 15-0. Второй сет явно как-то ниже своих возможностей начала Маша. Вот сейчас начинает, видимо, сказываться болезнь финала. Она чуть позже к ней пришла, чем можно было предположить. Начало было такое собранное. Как-то ей удалось как бы отрешиться от того, ради чего она вышла сегодня сюда. Ради победы, ради того, чтобы стать королевой, как принято говорить, травяных кортов у Эмблдона. А вот сейчас, видимо, какие-то моменты и возникают такого психологически сложного плана. Ну да, как обычно бывает. Вот занервничала немножко Маша и тут же это, конечно, наглядно очень. Не только мы с вами увидели, но и Сирена почувствовала. Поэтому сейчас не стоит ни в коем случае отдавать преимущество. Этот гейм очень важен для Маши. Подача пока не проходит. Поздравляю. По 30-ти. Ну, а Сирена, понимая, как это ей необходимо сейчас выиграть вот именно эти последние два мяча, она сыграла излишне аккуратно. За что я поплатилась? По 30-ти. По 30-ти. Брэк-поинт. Это возможность у Сирены взять подачу. вот в первом сети помимо того что всего один брейкпоинт была маша доминировала на подачи у нее процент попадания был гораздо выше не было ни одной двойной ошибки в общем-то все выглядело очень стройно и хорошо и что посмотрите сирена не удержалась на ногах а маша вот бывает вы знаете неопытных девушек когда они когда падает соперница они как бы обращают внимание на именно нападение а не на мяч наша очень четко проконтролировала все и вот пустую площадку и направила мяч 19 ударов 19 ударов выполнили теннисистки это было пожалуй самый затяжной розыгрыш несомненно сейчас самый затяжной даже не не совсем удачно подскользнула сирена так во всяком случае она боится подумать даже что так произошло но видно что немножечко так болит нога хотя на траве падать очень приятно и все подчеркивают что в принципе даже полежать на травке а это есть и это уже уверенность которая пришла к маши именно после предыдущего розыгрыш 1 из маши шараповой у сирены 2 эйса было пока самый главный гейм красивом стиле выиграла великолепная концовка была вот этот розыгрыш наверное долгий вот он перевел как раз к победе потому что там уже наша почувствовала уверенность и как замечательно она завершила этот гейм да вот вот этим прекрасным ударом слета и вы знаете она вошла в игру вот во время того долгого розыгрыша и может быть вот все эти волнения которые несомненно так или иначе возникают у нее в голове они как-то улетучились игра сама захватила и больше нежели все остальное один один но сирена не среагировала на это сирена в таком же состоянии находится что конечно не хотелось только стукнуть по мячу но и ошиблась конечно вот в этот момент когда маша со всей силы послал мяч справа сирена могла бы пропустить она находилась так близко у сетки что она не могла не смогла оценить скорость полета какой начали взять два удара великолепного просто качество мы увидели подачу и удар справа по 15 ну маша очень хорошо пока реагирует на первую подачу вот это это говорит о хорошей и такой реакции скорости вот как сейчас но небольшой аут да даже бимаши показала что мяч попал так немножко так поглядела на суде но и судья на линии судья на вышке в общем-то зафиксировали то 3015 подача еще 15 серена немножко набирает игру второй мяч да гейм все-таки взяла сирена 2 1 она ведет во втором сети сегодня у нас репортаж вышел за рамки наших традиционных спортивных эфиров и поэтому у нас смотрит довольно широкий крут зрителей может быть не все знают очень хорошо историю жизни и то и другое финалистки в двух словах о сирене выльямс их две сестры сирена и винус винус старше на полтора года сирена чуть помладше обе они одни из лучших теннисисток мира первой начала выигрывать на крупнейших соревнованиях винус но так получилось что именно сирена первой среди сестер младшая одержала первую победу на турнире большого шлема я уже рассказывал это было на юс опен когда сирене было 17 лет а затем наступило время винус она как бы захватила первенство стала первой ракеткой мира выиграла здесь уимблдон победила дважды на юс опен выступала очень опасно и уверенно и выиграла олимпийские игры в двухтысячном году но был то был период когда винус стала королевы а сирена шла в догонку и после двухтысячного года сирена уже набрала ту силу которая позволила ей считаться бесспорно лучшей она не проигрывала ни одного соревнования фактически ни одного большого турнира одерживала одну победу за другой сестры между собой разыгрывали финал и это было пять раз подряд пять раз подряд сестры играли в финале на турнирах большого шлема и дважды в уимблдони вот здесь и каждый раз сильнейшая была сирена ну и вот сейчас это в общем то как вот раньше был так называемый челлендж раунд как это существует до сих пор в боксе сильнейший чемпион принимает ту которая пробилась сквозь сито различных состязаний сейчас уже таких турниров подобного ранга нет а именно с этого у мблдон начинался и если бы сирена играла в те времена в ранние времена у мблдона то она бы играла только финал но формально это именно так вызов брошен чемпион третий лав ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Рискоклассно сыграла сейчас Сирена. Обе действовали на предельных скоростях и очень остро. Но у Сирены удар слева, вот это вот, короны, так же, как, впрочем, и у Маши Шараповой, удар слева очень и очень опасен. Но на этот раз первой рискнула. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот это прием. Еще один, да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хороший прием, да. Хороший прием. Ну, вот славится Сирена. В общем-то, слева она довольно часто так рискуется, особенно из-за второго квадряда, да, по линии. У нее такой удар уже отработанный. Еще по 30. Кроме того, она, в общем, потому все-таки чемпионка, я думаю, что в критический момент она играет лучше. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Блестяще сыграла сейчас, блестяще сыграла сейчас Маша. Она, опять же, выдержала очень долгую перестрелку. 15 ударов посылали друг другу теннисистке. И вот второй раз такие затяжные розыгрыши заканчиваются именно в пользу российской теннисистки. 40-30. Не удержался мяч на ракетке у Сирены. И в момент, когда она еще не закончила движение, она уже поняла, что мяч вылетит за пределы корта. И счет стал равный во втором сете 2-2. Первую партию, напомню, со счетом 6-1 выиграла Шарапова. 15-0. Острый был прием, но не точный. Должна рисковать Маша, и она это делает. Ну, это понятно. Вот ее стремление как бы не давать возможность обострять игру Сирены. Для этого надо играть глубоко, да, под заднюю линию. Вот поэтому такие две ошибки произошли. 40-0 сейчас у Сирены. На своей подаче Сирена уже набрала ту силу, которая делает ее опасной. Она сейчас с такой скоростью мчалась к этому, да, мчалась к этому мячу, чтобы опасность была, чтобы она вроде бы не влезала в сетку, да? Не влезала в сетку, да. А масса-то у нее порядочная такая, приличная. Ну что ж, 40-0 ведет Сирена. И повела. Американка повела со счетом 3-2 в играх Гейм. Ну, в общем-то, сейчас играют в мужской теннис. Можно так охарактеризовать этот момент, игру во втором сете, потому что каждый берет Гейми на своей подаче. 50 минут прошло с начала игры. Ну, вы знаете, вот сейчас, естественно, Маша главная звезда и главная фигура, вокруг которой бесконечные разговоры. У нее берутся интервью. Они пишут в газетах, во всех абсолютно газетах. Ну, и в первую очередь сегодня вот мы обратили внимание, что почти все газеты вышли примерно с одинаковыми заголовками. Девочка, ребенок из Чернобыля может стать королевой центрального корта. На самом деле биография у Маши достаточно интересная. Она родилась в 87-м году. Вы все помните, родилась она в Гомеле. Вы все помните те события, которые были в Чернобыле. И родители безумно обеспокоены тем, что район, где они жили, довольно опасный. Мы отправились в Сибирь, в маленький городок, который находится недалеко от Екатеринбурга, где жила мама, Машиной мама. Там прошли ранние детские годы маленькой Маши. Но недолго там находились родители. В скором времени вся семья переехала в Сочи. В Сочи она стала делать первые шаги под руководством достаточно известного у нас в наших теннисных кругах, может быть, не очень знаменитого, но хорошо известного Юрия Юткина, который первый дал Маше ракетки и под его руководством она сделала первые шаги. Ну и все обратили внимание, что девочка, безусловно, талантливая, очень талантливая, одаренная. Сейчас опять нервничает Маша. Сейчас вот такой трудный момент. Она должна психологически приноровиться к тому, что сегодня должна быть борьба за каждый мяч, за каждое очко. Она на это настраивалась, но в первом сете этой борьбы не получилось. И сейчас вот именно из-за того, что первая сетона выиграла так легко, ей сейчас очень сложно найти вот какое-то внутреннее равновесие, которое позволило бы ей играть на самом высоком уровне, а не ждать подарков судьбы. Ну и вот, а дальше уже все, что было, я говорила. В семь лет она отправилась в Соединенные Штаты Америки, и там тренировалась сначала в Академии Нико Балетьери, а потом в течение последних четырех лет занималась под руководством еще одного очень крупного специалиста в США, Роберта Ланскопа. Причем он находится как бы на другом побережье в Калифорнии, на другом побережье Соединенных Штатов Америки. Но папа узнал о его существовании, потому что он готовил к соревнованиям и Линдзе Девенпорта, и Пита Сампроса, и Трейси Остин, словом. Это был тот самый узкой направленности специалист, который очень хорош для формирования именно основы теннисного мастерства. Именно под его руководством Маша получила вот этот стиль, который сегодня производит на всех огромное впечатление, который многие называют уже стилем шараповой. Великолепная подача, острая игра, мощные удары, импульсивные, резкие, справа и слева. Но, как сам Ласкор говорил полгода назад, когда Маша выступала на ЕСОПОН, что по-настоящему на своем уровне она заиграет еще только годы через два. Так что, какой она будет, еще пока не ясно. Попал или нет? Да, это был, вы знаете, струны лопнули, а вот такими струнами, оказывается, можно случайно попасть. Причем на вылет. Вот, повратите внимание, какое... Ну, это вот сейчас я на стороне, сейчас американки. Нечеткий удар, полетели струны, а мяч опустился так, что его и не взять. 15.40. Двойной брейкпоинт. Имеет сирена. Есть у нее возможность выиграть. Еще раз гейм на подаче Маши. Имеет сирена. Имеет письмо. уже заранее закричала здесь даже не требовался судья потому что она-то сама прекрасно почувствовала что мяч уйдет для такого опытного же игрока это было ясно да и отыграла такого маша отыграла уже 5 break point но еще все равно 30 40 и еще есть шанс у williams все-таки подачу маша выиграть не успела подготовиться настолько плотный был удар и глубокий что маша вот этого ничего подготовить как надо было бы не смогла и вот проиграла первый раз в этом матче проиграла подачу маша 4 2 ведет сирена в любом случае а нет и знаешь вот я хотел по на ту тему поговорить о которой наверное очень многие здесь и затрагивают говорят обсуждают что два года тому назад вот сестры вильямс подняли теннис женский на такой уровень что казалось что вроде бы и близко никого нет а потом прошли два года всего прошло и уже мы видим что мария шарапова не только не уступает скорости она превосходит их но и в мощи тоже в резкости она превосходит это вот просто на удивление так хорошо она но 15 но это опять же серьезная тема для рассуждения разговоров одни считают что все приблизились но сильнейшие приблизились к этим двум теннисисткам которые являются эталоном и являлись эталоном современного тенниса 2 ошибка пускает сирена и 030 а кто-то еще предполагает что и сестры уильямс тоже немножечко сдали да ну сдали они в первую очередь потому что сейчас разговор о допинге очень и очень опасен и эти разговоры существуют и сейчас достаточно строго наконец-то по-настоящему строго федерации международная федерация тенниса стала следить за всеми этими проблемами кстати сестры уильямс заявлены в олимпийском существует в олимпийской заявке это значит что они будут играть олимпийские конечно еще есть время до олимпийских игр можно много что может поменяться но в общем то в официальной заявке они числятся будет возможность мы назовем всех тех сильных игроков кто будет участвовать на олимпийских играх ну молочи на машину знаете она выиграла один может быть из самых важнейших мячей вот это дальнейшее развитие событий покажет но этот мяч надо было выигрывать что и сделала шарапова 1540 на подачи сирены второй мяч спешила хотя попала сирена не смогла подготовиться ты знаешь не поспал не успевает она за быстрыми действиями маши и вот взяла гейм вернула обратно утерянным 4 3 конечно вот я здесь же как бы еще немножечко несколько слов скажу о том о состоянии наверное женского тенниса конечно нельзя сбрасывать со счетов и двух беги которые на время в общем то покинули теннис но бельгийки опережали вот тех же сестер в скорости а вот то что получается сейчас у маши шараповой вот мы это уже видим наглядно очень хорошо это вот комбинации как бы и скорости и мощи вот здесь конечно маша хороша очень ну а если все таки рассказать вам о том кто же будет сражаться через месяц почти на кортах в афинах кто во всяком случае существует в так называемом заявочном листе олимпийского турнира то можем с уверенностью сказать что это будет очень очень трудный турнир для всех две сестры уильямс дженнифер каприяти и чанда рубин от соединенных шатов америки настя мыскина елена дементьева светлана кузнецова надя петрова от сборной россии очень важно что будет амели муризмо из франции вместе с мэри пирс и натали дещи юстин энинарден первая ракетка мира на сегодняшний день из бельгии тоже предполагает выступить в олимпийском турнире ну что ж очень важный момент сейчас пока что еще маша уступает во втором с эти 34 но подает и заработала первое очко 15 кстати вот ким кластерс она точно не будет играть на олимпийских играх это у нас такое достоверное достоверно мы знаем об этом она даже вот может быть и пропустит весь сезон да она сделала операцию очень серьезную ну и вообще она сейчас видно тут когда присутствовала на корте она что она не тренируется она и пыталась тело потеряла физическую форму и в общем ближайшее время на корте не увидим двойная ошибка двойная ошибка да маша шараповой это четвертая двойная вообще-то у нее так двойных немного как сегодня сегодня особый день и поэтому вот эти двойные выдают ее волнение обычно она довольно аккуратно подает и подачу у нее действительно не грешит слабость сирена сыграла уже не точно не ваша полила в счете 315 ну и маша заставила сирену побегать чтобы это не чувствовала себя спокойно великолепно просто не знаете блестяще как она справилась с этой скоростью которая предложила сирена и как разобралась золото очень потому что она не будет в все это надо было сделать считанные секунды великолепный розыгрыш вот посмотрите еще раз это свеча которая выиграла мяч и 40 15 все хорошо единственное что небо совсем недавно абсолютно безусловно закрыто тучами и потемнело на корте и это конечно вселяет волнение не получился прием и вот маша сравняла окончательно счет и удалось выиграть два гейма подряд 24 она уступала сравняла счет 4 4 подача сирены и и и и и и и такой аккуратностью хочется сказать надо надежнее но мы понимаем что сила тамаши как раз в ее мощи в ее силе в ее резкости поэтому вот сейчас так сейчас она сыграла ни в коем случае вы знаете вот абсолютно будет неправильно поставил как бы пожелать ей играть надежно потому что это не ее игра хотя хочется да тем более что мы знаем кто находится на противоположной стороне вот это блестящий удар да слева в общем то преимущество на стороне шараковой безусловно 15-30 15-40 двойной брэкпоинт 15-40 двойной брэкпоинт 15-40 от Немножечко, немножечко не точно. Хотя перестрелка была такая откровенная, знаете, когда каждая рисковала и никто не хотел уступать. Какое еще слово можно подобрать, когда не только перестрелка, а что это еще больше? Бескомпромисс. Стреляли просто. И вторая подача. Ой-ой-ой, обидно. Два брейкпоинта упустила Маша. Ну, конечно, сирена здесь проявила стойкость, ничего не скажешь, она сама не ошиблась. Ну и Маше не удавились удары. Ровно. Почему-то эти брейкпоинты не назвал скрытым матчболом. Тогда, может, ты мне не простила бы этого, я думал. Ну, это еще один брейкпоинт. Ну, посмотрите, с какого положения, куда послали на среду. Ну, это вот признак нервозности. Что ж, у Блдонска турнир, финал. Ясно, что нервы просто натянуты. Натянуты. Ой-ой-ой, вот в этом случае получился же удар. Он не туда направлял мяч, вы знаете, Маша, но получился удар очень сложный. И вот как его выкарабкала сирена, непонятно, потому что здесь было, правда, очень тяжело. А Маша играла наверняка. Она подумала, что корт пустой, и поэтому, может быть, не надо слишком рисковать, а нужно сыграть надежно. Но сирена была безупречна. Ровно. А это уже больше. Вот получилась подача. Сирена. Причем очень сильная. 116 в час. Сейчас второй мяч. Вы знаете, чудеса творит сирена. Просто чудеса. Такие мячи я не видела бы, чтобы кто-нибудь когда-нибудь сумел бы достать. Да, потому что уже и зрители, которые понимают толк, они, в общем-то, уже начали аплодировать, понимая, что этот мяч, мы не досягаем. А сирена его не только достала, но еще и ответила. А вот этот уже мяч завершающий, ну, который, в общем-то, чисто выиграл. Итак, ровно. Вот такая борьба за этот девятый гейм. Подача попала. 116 миль в час. Это очень. Знаешь, она как бы набрала вот эту скорость. И уже вот эту пятую подачу она подает именно вот с такой скоростью. А это, в общем-то, одна из самых сильных подач. Всего лишь раз сирена подавала 119 на 3 мили сильнее. Еще одна включенная. На этот раз справа. Вот какой техникой владеет Маша. Посмотрите, нету язвенных мест, нету слабых мест. Куда играть? Сыграла сирена однажды ей подлево, получила такую же свечу. Сейчас уже справа. Поэтому немножко-то так и в сомнениях сирена, как же играть, как же построить свою игру. Ну, она так откровенно бежит вперед к сетке, абсолютно как бы не заботясь о том, что остается сзади. Именно поэтому у Маши, раз она имеет такую технику, грех не воспользоваться этими ударами. Второй мяч. При счете ровно. И ошибается, ошибается сирена. Опять она все-таки старается все равно выходить вперед. Да, несколько раз неудачно она это сделала, но ей кажется, что именно там, у сетки, она может, ну, как бы найти, к чему стремиться. А сейчас еще один брехпоинт, брехпоинт. Меньше на подаче, Вильямс. Ну, просто на задней линии Маша чаще всего переигрывает сирену. Именно поэтому она ищет варианты. И ошиблась сирена, но это было следствие того, что она, видели, как она волнуется. Она не поскользнулась, не подошла хорошо к мячу. Ну и вот гейм, тяжелейший гейм просто, все-таки достался Маше Шараповой. 5-4 она ведет. 5-4 и Маша Шарапова будет подавать. Один час и десять минут прошло с начала игры. Этот сезон Маша начинала еще находясь только в тридцатке сильнейших теннисисток мира. И мы помним, как она проводила свой первый матч. Это был товарищеский матч. Мы, кстати, показывали его нашим телезрителям. Это было в Гонконге. И она играла со старшей сестер, Уильямс, Винус. Причем до счета 5-1, а Маша именно так вела в счете. Она играла настолько безукоризно, что было ощущение, что Винус вообще не умеет играть в теннис. А потом ее словно подменили. Потому что еще вот на том этапе, а было это 7 месяцев, 8 месяцев назад, нет, 7. 7 месяцев назад она еще не находила в себе силы выигрывать у теннисисток такого. И вот как быстро, стремительно идет прогресс у этой талантливой теннисистки. Сирена не собирается сдавать эти мощи. Мощнейший просто, сильнейший удар под линию. 0,15. Ох, какая! На вылет просто подача. Чуть-чуть, да, это был второй и суммашкой. 5-0. Причем скорость подачи была очень хорошая. А счет по 15-ти. Вот она распадавалась. Опять первая подача. Сирена чем-то недовольна. Ну, счет уже объявлен, 30-15. Я не хотелось бы, чтобы мяч не попал. Это понятно. Он точно-точно зацепил. Вы знаете, ну буквально миллиметром зацепил угол, да? Хотел сказать точно-точно. Но справедливости ради можем сказать, что еле-еле. Но все-таки факт налицо. Вторая подача. Есть двойной матч-бол. Итак, 40-15. После одного часа и 12 минут игры у Маши Шараповой двойной матч-бол. 40-15 она ведет на подачу. Двойной матч-бол, который может сделать ее чемпионкой у Мблдона. Нет, с первой не удалось взять этот титул. Еще один мяч в запасе. 40-30. Нет, с первой не удалось взять этот титул. Два мяча. Вот и все. Вот и все. Оказался не так устрашенный, знаете, соперник, как его, в общем-то, преподносили. И нам казалось, что, в общем-то, не так просто будет. Маша его великолепно отыграла. Вы знаете, Маша просто на отлично. Весь матч с самого начала и до последнего удара. Ну что ж, великолепная победа российской теннисистки. В двух сетах обыграться с Сиреной Уильямс. 6-1 и 6-4. Вот такой великолепный результат. И новая чемпионка Умблдона Маша Шарапова. Российская теннисистка. Посмотрите, как она радуется. Вы знаете, мы не раз, в общем-то, в этом турнире рассказывали о Маше. Рассказывали о ее достижениях, о том, как она прогрессирует. И хочется сказать, папа, не надо лезть, конечно, туда. Она сама придет, ее приведет туда охрана. Это действительно успех семьи. Вы знаете, это успех людей, которые ради победы своей дочери готовы были пожертвовать всем. И своим собственным, своими амбициями. Потому что амбиции папы, который хотел увидеть свою дочь вот такой вот чемпионкой, они, конечно, может быть, были выше его собственных претензий. Но он, в общем, отказался от всего, что существовало в его жизни. Он брался за любую черновую работу, чтобы только Маша могла тренироваться. Она, когда уехала в Соединенные Штаты Америки, денег-то не было, я уже говорила. Она осталась на два года без мамы, жила там в общежитии, потому что папа работал с утра до вечера, и нужно было обеспечивать хотя бы какое-то мизерное существование Маши в этом клубе, в Академии Никабалитери, где деньги просят за любое. Много было жертв со стороны всей семьи, со стороны мамы Маши, со стороны папы и бабушки, всех-всех ее близких, потому что, в общем, они вынуждены были разлучиться для того, чтобы вот сегодня, сегодня, в этот момент праздновать свою победу. Ну что ж, сейчас будет торжественная церемония награждения новой чемпионки, новой чемпионки Уэмблдона Маши Шараповой. Вы знаете, так получилось, что сегодня мы ведем репортаж вместе с Александром Митривелли, и мы были как раз те первые теннисисты из нашей страны, которые стояли у истоков. Развитие нашего тенниса. Я была первой, кто приехал в 17-летнем возрасте сюда. Это на телефон попросила объявленный первый же звонок сделать именно с центрального корта. Да. Так вот, я приехала, это был 58-й год, это были первые шаги нашего тенниса здесь, в Уэмблдоне. Мне потребовалось 66 лет, да? Нет, извините, это уже 46 лет, для того, чтобы, для того, чтобы, вот, наконец, первая российская теннисистка дошла до этой знаменитой победы. Сейчас, наверное, она звонит маме своей, которая во Флориде, которая во Флориде смотрела этот матч. А может быть, звонит и бабушке, которая смотрела этот матч в Сочи. Ну, все перегружены, все линии, поэтому, видимо, никогда звониться не может. И здесь мы можем просто посочувствовать, что на этом турнире, в Умблдонском турнире, у которого в своей традиции, здесь обычно не выступают ни игроки, ни официальные лица. Ну что ж, вот так проходит награждение. Сирена Уильямс получает свой главный приз. Сирена Уильямс получила свой приз, который, наверное, ее не радует, но она сдерживает свое огорчение. Желание испортить праздник Маши Шараповой, который вручается к знаменитой серебряной тарелке. И вот 30 лет назад первой российской кинесисткой, которая играла в финале, была Ольга Морозова. А теперь Маша Шарапова внесена в историю нашего спорта как первая российская кинесистка, победившая в Умблдоне. Так начинается путь победы. Мы уже праздновали успех нашего тенниса на французских кортах, на кортах Орландо Рос. И вот сейчас у Умблдон мека-тенниса. Самый главный, самый престижный турнир, о котором мечтают все. И вот он в руках у Маши Шараповой. Ну, торжественная церемония, она продолжается еще какое-то время, потому что сейчас получают свои награды арбитры, которым была доверена честь и возможность судить этот финальный матч. Герцог Кенский вручает эти награды. Дело в том, что по традиции Герцог Кенский является патроном, главным патроном всеанглийского лаунтеннис-лайн-клуба и Умблдона. Сью Баркер берет интервью у Сирены Уильямс. Это был не мой день, но Мария играла великолепно. И она заслужила стать победительницей турнира Большого шлема. Сирена так хочет заплакать, что гримасы такие делают. Чтобы играть в Финал Большого шлема, нужно показать все лучшее, на что ты можешь. Конечно, трудно было сыграть на самом высоком уровне. Ты немного в этом году играла, но еще будет время вернуться сюда и показать ту игру высокого класса, к которой ты стремишься. Ну, а вот сейчас Маша Шарапова даст свое первое интервью в ранге чемпионки. Ты кому звонила-то? Хотела позвонить маме, но все линии перегружены, не могла дозвониться. Ты выглядишь в такой возбужденной восторге. Ну, вы знаете, у меня даже нет опыта такого, когда я бы чувствовала себя как-нибудь победительницей. Я счастлива, я очень рада. Я очень благодарна всем, кто в моей кабине, на трибуне, где за меня болели. Я всех благодарю. Вчера вы сказали, что вы не можете поверить, что это возможно. А сейчас ты веришь, нет? О, Господи. Это нереально. Я хочу поблагодарить всех людей, которые были рядом со мной, которые помогали мне в моей жизни, мою маму. Я знаю, что она прожила трудные времена, и я благодарна ей за то, что она со мной. И всех моих близких я благодарю. Все, кто участвовали в моей теннисе, и Роберт, и Ланскоп, который помогал мне, и всех тренеров, которые были со мной. Это ваш вклад в мою прессу. И всех зрителей я хочу поблагодарить. Всех друзей. Это вообще, действительно, замечательно выиграть. Ну, ты должна стать великим чемпионом, выиграв вот сейчас уже первый свой большой шлем. Нет, Ирина, благодарю тоже. Я знаю, что там будет много моментов, где мы будем играть, и я уверена, что мы будем здесь еще раз, и, возможно, много раз, в других гранд-сламах, и бороться за трофей. Так что, спасибо, что мне дали тяжелый матч, но я извиняюсь, что я должен победить сегодня. Сирена, еще будет много раз, когда мы с тобой встретимся, и у тебя будет еще возможность взять у меня реванш и выиграть у меня эти самые трудные мячи. Но сегодня спасибо тебе, Сирена, за то, что я победила. И я чемпионка. Как ты будешь праздновать победу? Я не думала на эту тему еще. Я даже не знаю, что будет, потому что я еще не верю, что это со мной было. И есть, и будет. Ну что ж, вот так вот закончился этот финал, и чемпионкой Умблдона стала российская теннисистка Маша Шарапова. А мы с вами были свидетелями ее триумфа и радовались вместе с ней этому успеху. Наступило время попрощаться. С вами были Александр Митривель и Анна Дмитриева. И всего доброго. До свидания.